Что такое два кольца, два конца, посередине гвоздик? Знают в России не только взрослые, но и дети детсадовского возраста. Это, конечно, ножницы. Первые в мире ножницы не имели гвоздика посередине. Они были изобретены больше трех тысяч лет назад и предназначали для стрижки овец. Срезать шерсть овец обыкновенным ножом было очень неудобно и утомительно. И какой-то наш догадливый предок соединил два ножевых лезвия пружинищей стальной пластиной. Лезвие у таких ножниц еще не поворачивалось, а просто сжималось рукой. Что касается страны, в которой были изобретены первые ножницы, то тут мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что это был Китай, вторые, что страны Средиземноморья. Примерно с 4 века до н.э. в археологических раскопках ножницы встречаются уже на огромных территориях. От Англии до Египта. Назначение у таких находок было самое разнообразное. От скотоводства, медицины и портновского ремесла до цирюльного дела. Впрочем, цирюльники долгое время предпочитали обходиться по старинке двумя ножами, причем ничем не соединенными. Сказывался консерватизм профессии. Такие ножи часто изображались на надгробиях античных кауферов уже в те времена, когда были известны ножницы. Так же обстояло дело и в Древнем Риме. В германских племенах ножницы появились примерно в одно время с древнеримскими. Историков очень заинтересовал тот факт, что древние германцы имели обыкновение класть ножницы в могилы своих умерших соплеменников. В захоронениях, причем по преимуществу мужских, принадлежавших не только поступкам, врачам или цирюльникам, но и воинам и даже аристократам встречаются большие и совсем маленькие бронзовые, серебряные или чисто металлические ножницы. Зачем они были нужны в могилах таких разных людей? Обоснованных объяснений этого обычая у историков до сих пор не появилось. Ножницы, которые почти ничем не отличаются от современных, с тем самым стерженьком-гвозником посередине, появились приблизительно в X веке. По крайней мере самые старые ножницы в Восточной Европе, найденные во время археологических раскопок под Смоленском, были изготовлены примерно в это время. Делали ножницы, как уже было сказано выше, из различных материалов – бронзы, серебра, железа. Искусственные мастера украшали ручки, загнутые кольцами, орнаментами, фигурками зверей, изображениями плодов. Иногда ножницы изготавливали в виде головы птицы с огромным клювом, образованным режущими лезвиями. Шли годы, и со временем были изобретены различные конструкции ножниц, предназначенных для определенных видов работ. Раньше других стали изготавливать массивные портновские ножницы для резки и раскроя тканей. Затем появились комплекты ножниц для садовников и парикмакеров. До наступления эры электричества широкое распространение получили фитильные ножницы для подрезки сгоревшего фитиля свечи. Эти ножницы довольно скоро стали настоящими произведениями искусства. На них чеканили гербы и знаки владельцев, изображали различные жанровые сценки, наносили затейливые узоры. Сейчас коллекции фитильных ножниц можно увидеть в эксклюзивных, в экспозициях краеведческих музеев страны. В наши дни разновидностей ножниц стало еще больше. Свои наборы ножниц имеют металисты, кожевники, медики, электромонтеры, мастера маникюра, кондитеры, повара. Есть специальные ножницы у любителей сигарет и у мастеров вышивки. Ножницы – один из главных инструментов вместе с ножом для вырезания из бумаги. История вырезания из бумаги насчитывает много столетий и началась она примерно с момента изобретения бумаги в Китае Цай Лунем в 105 году. Наиболее ранние образцы этого искусства, в которых есть описание, датируются IV-VI веками. Основные сюжеты ажурного вырезания – силуэты людей, растительный, животный мир, изображения богов и духов. Силуэтное вырезание было очень модно в России в конце XVIII – начале XIX веков. Первым знаменитым русским художником-силуэтистом стал Федор Толстой, произведения которого хранятся в фондах Русского музея. А в Западной Европе в XIX веке умением вырезать из бумаги славился знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсон. В его музее в датском городке Аденсе есть целый зал, посвященный силуэтам и ажурным композициям, выполненным Андерсоном собственноручно. Здесь же в витрине лежат его ножницы, с которыми умелец никогда не расставался. Многие, я думаю, еще вспоминают ту удивительную легкость, обладая которой Андерсон с помощью одних ножниц, быстро поворачивая бумагу, во все концы создавал силуэт у людей – зверей, ландшафтов. Но лучше всего ему удавались два самых любимых сюжета – танцовщица, стоявшая на носке одной ножки, и вор на виселице. Эти фигуры часто встречались в его изящных арабесках, вспоминал ближайший друг писателя Эдвард Коллин. В 2007 году в Петербурге состоялся первый международный фестиваль мастеров классического силуэта, посвященный 225-летию искусства силуэтов России. В рамках этого фестиваля была открыта выставка работ мастеров данного жанра в залах Пушкинского дома Российской Академии Наук. Совсем недавно, в начале 2012 года, в Петербурге вышло в свет подарочное издание Евгения Онегина с великолепными силуэтами иллюстрациями одного из современных художников. Может быть, о самом необычном применении ножниц поведала одному из авторов блокадной книги писателю Олесю Адамовичу, жительница блокадного Ленинграда. В голодные зимние месяцы 1942 года, когда она была еще ребенком, девочке постоянно хотелось есть. Блокадные 125 грамм почти не уменьшали чувство голода. Они исчезали во рту мгновенно. Оставшиеся крошки ребенок не проглатывал, а сосал, а потом сосал пальцы, неуловимо пахнущие хлебом. А тогда мама давала дочке ножницы и пачку старых газет. Девочка часами монотонно стригла газеты, чтобы хоть на время отвлечься от мыслей о еде. Этот эпизод запомнился ей на всю оставшуюся жизнь, как одно из самых страшных воспоминаний о блокадном времени. Статья подготовлена Генрихом Тумаринсом. Публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2014 год. Согласно одной из легенд, родина ножниц – Древний Египет. Именно здесь еще в 16 веке до нашей эры появился инструмент, без которого не мог обойтись ни один фараон. И этому есть подтверждение. При раскопках археологи нашли экземпляр инструмента, который был сделан из цельного куска металла. Но, скорее всего, ножницы такими бы и остались, если бы не сиракузский мудрец и механик Архимед, величайший изобретатель Древней Греции. Он первым открыл принцип рычага и, произнеся «Дайте мне точку опоры, я переверну мир». Зерно упало на подготовленную почву. Кто-то из ближневосточных умельцев уже в 8 веке соединил железные лезвия с помощью штифта-гвоздика. Загнул ручки кольцами и, о чудо, на свет родились ножницы рычажного типа, аналогичные современному типу режущих инструментов. Такое соединение ножниц позволяет уменьшить усилия при разрезании ткани или кожи и при этом регулировать его. Однако потом о ножницах в Европе почему-то забыли аж до 15 века. Следующий этап усовершенствования ножниц связан с именем гения средневековья Леонардо да Винчи. Как известно, он был художником, жаждущим совершенства. Если его что-то не устраивало, он отрезал часть колста. Чтобы упростить этот способ, он сконструировал себе подспорье. В его чертежах нашли рисунок инструмента, похожего на нынешние ножницы. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу.